На мой взгляд, исследование космоса, во-первых, это всегда было нашим приоритетом. Сколько сделал Советский Союз, сколько, так сказать, внесла в это Россия, об этом говорить не нужно, это все знают. Исследование космоса для человечества, оно исключительно важно. И в смысле поддержания, что называется, цели, формирования неких глобальных целей, устремлений для человечества, да, ну нельзя же только потреблять, как мы сейчас это делаем. То есть у человечества должно быть стремление к чему-то более высокому. Во-вторых, это имеет практическое значение, и практическое значение заключается в том, что, во-первых, мы можем объяснить, каким образом возникла и развивалась жизнь на Земле, а для этого необходимо, так сказать, знакомиться глубже, так сказать, понимать природу явлений, в том числе и космических. Во-вторых, это возможность защитить себя от неких катаклизмов внеземных, да, о чем сейчас достаточно много говорят. И в-третьих, учитывая фактор истощения природных ресурсов на Земле, такой чисто меркантильный подход, а вот нельзя ли что-то там добывать на Луне или на Марсе, а не даст ли это какие-то дополнительные технологические возможности, это тоже, в общем-то, немаловажно, на мой взгляд. Поэтому я думаю, что Россия не должна уходить из космической сферы, это все-таки один из предметов нашей гордости, то, о чем мы говорили, и в психологическом плане, так сказать, в имиджевом плане, и в плане практическом Россия, конечно, там должна присутствовать. Тем более, что космические технологии, это, ну, не совсем эквивалент, но почти технологиям военным. Если мы хотим сохранить высокий уровень обороноспособности, мы эту сферу должны развивать, несомненно, потому что американцы сделали большой шаг вперед в переносе своих военных усилий в космос. Нам пока что ответить здесь особо нечем.